Эта маска мне однозначно... О, господи, что с голосом теперь? Эта маска мне однозначно не идёт. Так намного лучше. Так вот, что? Да блин, я не могу сформулировать! Так вот, вчера вечером я удалила все приложения со своего телефона. Это Инстаграм, ТикТок. Это видео 24 часа без социальных сетей. В процессе съёмки этого видео я поняла, что суток без соцсетей мне однозначно не хватит. И решила не скачивать их ещё два дня. Погнали. Я хочу поскровить ленту, вот так вот типа полистать что-то. Нечего листать! Так что сегодня мы с вами попробуем пожить 24 часа без социальных сетей. Я надеюсь, что всё пройдёт окей. Потому что я уже утром такая, блин, хочется посмотреть сториз в Инстаграме. Из Инстаграма нет, что делать. Короче, на панике сегодня. Но мне нужно закрыть очень много долгов по учёбе. И, как обычно, наш влог начинается с уборки. Потому что вот тут вот, тут просто какой-то бардак. Так что я сейчас уберусь и буду уже стыдиться за учёбу. А вы сегодня будете, конечно, наблюдать мои мучения. Потому что я очень такой социально зависимый человек. Я реально, я надеюсь, что я не скачаю через час уже Инстаграм. Скажу, что, ребят, челлендж закрыт. Погнали. Итак, я убралась тут вот в комодике. Теперь тут всё красиво сложено. И также убралась в комнате. Сейчас буду переодеваться, краситься и уже садиться за дела. Итак, показываю вам домашний лучок. Футболочка. Тут колички. Тапочки. И вот такие вот домашние штаны. И я сейчас буду уже приступать к учёбе. Так что вы будете со мной. У меня сегодня достаточно большой план. Буду сначала немного планировать день и грядущую неделю. Потому что сейчас воскресенье. А потом уже садиться, учиться. Ура! Время перерыва от учёбки. И где? Где, где, где? Я на кухне. Потому что сейчас мы будем готовить очень вкусный обеда-ужин. Потому что на обед я завтракала. Сейчас буду ужинать. У меня тут чё-то горит. Короче, будем сейчас готовить кое-что очень-очень вкусное. М-м-м-м. Это очень вкусно. Я впервые готовлю креветки. Это реально очень вкусно. Итак, сейчас у меня был там небольшой перерывчик на перекус. Я вообще буду снова садиться за учёбу и хочу с вами немножко поболтать. Потому что мне кажется... Кружка какая-то грязная. Ну-ка её отсюда. Потому что мне кажется, у меня в видео очень мало такой разговорной части, когда я вам о чём-то рассказываю. Но в принципе, почему я всё это затеяла, почему я решила удалить всё эти на... Целых два дня уже. Я решила продлить эту разву акцию. Теперь у нас два денька будет. Рассказываю последние дни, и я чувствовала, что когда мне что-то не хочется делать, или когда я уже подустала, я вместо того, чтобы хорошо отдохнуть, почитать, занять себя чем-нибудь... Я просто начинала скроллить венту либо в Инстаграме, либо в ТикТоке зачастую. У меня там, мне кажется, 4 часа экранное время в ТикТоке. Потому что я прикрываюсь тем, что ищу идей там для видео, на самом деле я просто листаю ленту. Короче, полный продуктивчик был. Так что я решила эти два дня сделать днями для учёбы и для того, чтобы начать планировать следующую неделю, потому что сегодня воскресенье, завтра будет понедельник. Если я понедельник так продуктивно начну, 500 светей, то мне кажется, вообще будет классно. Так что я сейчас буду заканчивать литературу, и я думаю, историю ещё успею закрыть сегодня вечером. И лягу в 22. У меня налажен хорошо режим сейчас. Не считая сегодняшнего подъёма в 12, это небольшой конфузик. Не обращаю внимания. Я ложусь в 10, встаю в 7, в 8. Зачастую это 7. И завтра у меня плюс утром репетитор, поэтому я так или иначе встану там. А сейчас буду отправляться за учёбу. Немножко осталось. Я посидела с химией, поразбиралась. Я рада, что именно эти дни попадают на такие сложные предметы. Я уже многие предметы закрыла, и я думаю, что за этот день и следующий день я закрою вообще всю четверть. Потому что у меня потом начинается обучение по Инстаграм за 150 тысяч рублей немножко. И весь декабрь я буду уделять этому времени непосредственно. И у меня на учёбку вообще не будет времени, так что я сейчас это всё закрою. И как бы уже пока-пока. План такой. Надеюсь, вы меня поняли. А я отправляюсь дальше, поспокойно. Итак, можете меня поздравить. Я закончила литературу с химией. На сегодня у нас остались английский, история, физкультура и ОБЖ. Короче, это ещё многовато. У меня до сна полтора часа. Но я думаю, я ещё на часик задержусь, чтобы вот доделать эти предметы. Назавтра уже другие будут, поэтому сегодня нужно эти прям доделать. Пока я без соцсетей, мне реально на самом деле скучненько. Но это и заставляет меня больше учиться, что сейчас в приоритете. Поэтому это мой лайк. Без соцсетей пока что нормально. Но мне кажется, вот завтра мне уже станет прям, знаете, так супер спушно. Потому что, ну блин, тогда я пропущу все сториз. Ладно. Кипкаун. Ну что, я сейчас уже намазываю кремушек, потому что у меня очень сильно сушится кожа зимой. И буду идти спать. Завтра у меня прям с самого утра английский. То есть это в 9 утра. И поэтому мне нужно встать в 7. Обожаю встать весь английский рано, потому что из-за этого мне приходится просыпаться рано. По-моему, спокойной ночи. И до завтра. Жесть, смотрите на время. 7.30 утра. Я уже помыла голову. Я хочу отжимать. Это была по-хайде. Итак, я сейчас немного опаздываю на английский, потому что я делала огромную домашку. Час перед этим английским. Так что сейчас у меня будет урок. А потом я вам уже расскажу о планах на день. Вот, потому что я уже опаздывала. Но вы со мной сейчас будете. Так, заходим в конференцию этого титана. Наушники отключить или подключить? Ладно, попробуем отключить. Hello. I can't hear you. Давайте я зайду еще раз. Так, прикольно. Мы не слышим друг друга. О, сейчас слышу. Все, наконец-таки слышу. Нет, теперь слышу какой-то шум просто. О, вот, слышу сейчас. Попробуйте что-нибудь сказать. Все, слышу, слышу. Все, наконец-таки. Все, я закончил с английским. Йоху. Уху. У меня даже уроку было больше часа сегодня. Но на самом деле, английский проходит намного быстрее, нежели там уроки в школе того же английского. Потому что вот я типа за урок успеваю исписать тетрадочку. И очень быстро проходит урок. У меня еще учительница такая хорошая. У меня до этого была такая учительница, когда я на уроке там начинала на английском говорить. Я достаточно хорошо говорю опять на английском. И я начинала говорить. И она очень часто, знаете, так исправляла. И мне казалось это каким-то грубым исправлением. Что мне больше не хотелось говорить с ней на английском. Я чувствовала, как будто вы меня заболели. Так что у меня сейчас очень классная учительница. Она, конечно, не такая молодая. У меня учителя в школе там были 60 лет. Но она прям классная. Я даже не засыпаюсь с ней на уроках. В 9 утра мне очень хочется спать. Так что мы сегодня готовимся уже к ЕГЭ. Кто интересовался там, как я занимаюсь, почему я занимаюсь. У меня в Инстаграме особенно много вопросов всегда про английский мой. Мы сейчас готовимся к ЕГЭ. Я буду задавать английский на ЕГЭ. И мы уже разбираем условия чайки посредственно. Потому что это достаточно сложное. Ну, для меня. Но у меня еще есть 2 года. Поэтому я думаю, что мы все успеем. И плюс я сдавала ОГЭ по английскому. Поэтому мне намного легче сейчас готовиться. Совет тем, кто впоследствии хочет сдавать ЕГЭ по английскому. Сдавать ОГЭ обязательно. Даже если это кажется каким-то сложным. Потому что без ОГЭ очень сложно пойти потом на ЕГЭ. Потому что не знаешь формат, не знаешь, как это все проходит. И тебе нужно как бы восполнять материал ОГЭ. Поэтому такой небольшой адвайсик для вас. А сейчас я пойду сделаю себе еще кофе. И буду уже приступать к учебе непосредственно. Потому что сейчас 10 утра. Показала, так классно. Сейчас 10 утра. И как раз таки, если я сейчас 10 начну. То я быстренько справлюсь со всей учебой на сегодня. И сегодня у нас как бы снова без социальных сетей денечек. Так что должно быть весело. Я сейчас достаточно долго делала домашние задания по английскому. В процессе я поняла, что мне не идет черный. Поэтому я сменила футболочку. Накрасилась еще. И сейчас я проголодалась. Поэтому мы с вами сделаем небольшой кукинг. В перерывах от учебы я обычно либо пишу кому-то в Телеграм. Либо смотрю Ютуб. Либо готовлю. Либо убираюсь. Как бы вариантов много. Стараюсь не сидеть в телефоне, когда я отдыхаю от учебы. Потому что это как по мне не отдых. Это наоборот. Мозг так утяжеляет, когда ты сидишь еще и в телефоне. Еще и когда поучился, и твой мозг такой, типа, не чел, дальше не будем учиться. Поэтому в перерывах я стараюсь какие-то другие активности использовать. Так что сейчас мы будем с вами готовить. Мы на любимой кухоньке. Любимое место просто. Сейчас 12. Я уже два раза позавтракала. Ну как, полтора. Не будем считать перекусик шоколадкой. Так что погнали готовить. Это вкуснятие. Это просто вау. Это лучшее, что можно приготовить за 5 минут. Нереальный десерт, короче, ребята. Пока это готовилось, я успела написать по литературе. Но это очень вкусно. Сейчас я вообще понимаю, что у вас накопилось, наверное, достаточно много вопросов по поводу моего домашнего обучения. И всего вот этого. Потому что я в этом видео снимаю часто, но вопросы все равно остаются. Как я учусь? У меня есть одна четверть. В моей онлайн-школе на ее выполнение дается 2 месяца. Но я предпочитаю засесть вот так вот 2-4 дня. И все-все сделать от начала до конца. Потому что когда я веду, например, блог, сториз. Кстати, можете follow my Instagram. Потому что там очень круто, интересно. Я там стараюсь над каждой фотографией буквально. Welcome! Так вот, когда я веду Instagram, веду все соцсети. Я иногда просто банально не успеваю учиться. И поэтому мне проще взять вот таких вот 2 дня вообще без социальных сетей. И заполнить все по учебе. Чтобы потом на это не отвлекаться. Работать, саморазвиваться в других сферах. И оставить учебу на втором плане. Поэтому сегодня я учусь по такому принципу. Это 40 минут я учусь. Выполняю какие-то задания с малейшими отвлечениями. То есть я ставлю все-таки не для газа на телефон. И мне там делать, по сути, нечего без социальных сетей в нем. 40 минут я учусь. И 10-20 минут я отдыхаю. Ну а если у вас остались вопросы, я всегда читаю комментарии. Всегда вам на них отвечаю. Вы можете задать. Your question below this video? Жесть. Просто хотела назвать английский. Вернемся к вопросу о том, как же живется без соцсетей. Очень классно, ребят. Честно, я в афиге. Потому что я столько всего успеваю. Я вам советую реально сделать такие дни, когда... Вы понимаете, что у вас, ну просто, over trillion дел. И вы просто берете, удаляете все со своего телефона. И вы туда буквально не заходите. Потому что ваш мозг понимает, что вам там нечего делать. Конечно, иногда у меня просто, вот знаете, я беру телефон и я хочу поскролить ленту. Вот так вот типа полистать, что... Нечего листать. Это неописуемое чувство. И я понимаю, что, наверное, у многих из нас есть зависимость. Если у вас такого нет, что вы заходите и скролите ленту, вы lucky one. Потому что вы вот-вот вы счастливчик. Я без этого вообще не могу. И вот эти два дня полностью перезагрузили мою голову. Потому что такое количество информации в нее качивается, когда вы скролите ленту. И вот сейчас я прям чувствую, что моя голова пустая. И в нее постоянно какие-то идеи входят. Я сейчас просто сижу и такая, блин, надо делать это. Блин, вот это круто. И это дает свои плоды. Удаляйтесь с телефона все на один день в месяц. И вы реально заметите результат. Я так буду делать. А сейчас... Study time! Снова ставим таймер. Сейчас я сдаю английский. Так что скажу вам процессик. Мне нужно будет сейчас прочитать текст. Ковалева Мария, 10 класс, предмет английский. Every year the world industry pollutes the atmosphere with about 1,000 pennantons of about 18. About 8. Еще раз. Как 18 по-английски было? 18. 18. Блях, я правильно сказала. Посмотрите за то, какой свет красивый. Ух, капец. Это мы с папой так поиграли в теннис. Мне просто... Что это? Мы с папой обычно два раза в неделю играем. Понедельник и четверг. И еще с крестным играем. Я устала. Сейчас пойду домой уже отдыхать. Кайф. Кайф. Держу в курсе. Мы заехали на заправку. Пап, передай привет вам вложек. Хеллоу. Норвег после тренечки. Спортики. Спорт это круто. Ну что ж, я пришла домой. Я ужасно хочу спать. Ну, я запишу это видео, потому что завтра я буду скачивать соцсети спустя два дня. Такого детоксика. Я не знаю, что сказать. Потому что я уже это выклон. Я сделала очень много всего по учебе. Почти закрыла вторую четверть за эти два дня. Это... Это немыслимо. Но как-то очень не хватало такого отдыха, знаете, как посидеть в тиктоке. Могу сказать, что моя жизнь перевернулась и стала до и после. Я думаю, такие дни буду устраивать точно раз в месяц. Когда вообще без соцсетей. Буду отдыхать. А вам спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте перейти на мои остальные соцсети. Тикток, инстаграм, телеграм. Я пошла. Умираю, как хочу спать. Субтитры сделал DimaTorzok